Всем привет! Сегодня мы расскажем вам. Как правильно создать свой криптопортфель? Какие использовать стейблкоины для умножения средств на рынке DeFi? Какие монеты мы рекомендуем брать на средний срок? И да, если ты хочешь не пропускать полезный контент и быть в курсе всех событий крипторынка, то прямо сейчас подписывайся на наш канал и нажми на колокольчик, чтобы первым получать оповещения о выходе наших новых видео. Итак, следующее значимое событие на рынке крипты, способное кардинально повлиять на ценовой диапазон, состоится в мае 2024 года. Да, я говорю сейчас о халвинге биткоина. До халвинга остается меньше 600 дней, а это значит, что у тебя тоже есть меньше 600 дней, чтобы начать формировать свой криптопортфель и перейти на качественный новый уровень жизни. Я думаю, ты не раз задавал себе вопрос, как лучше заходить в крипту? Многие считают, что и в крипте действуют те же правила, что и в традиционном финансовом мире. И если проводить аналоги с открытием счета в банке, то для начала тут у вас должен быть свой личный децентрализованный DeFi кошелек со стейблкоинами. Я советую начать с USDT, USDC и DAI. Открыли кошелек, завели себе на счет криптодоллары, и вот вы уже на шаг ближе к светлому и независимому будущему. Идем дальше. Аналогом депозитов в банке на рынке крипты выступают стейкинг и фарминг на децентрализованных протоколах. Подключаете свой некостадиальный кошелек к выбранной DeFi площадке, выбираете, какой депозит делаете, USDT, USDC, DAI и подтверждаете транзакцию. Следите за тем, как умножаются средства и в любой момент выводите все на свой же DeFi кошелек. Ну и пользуясь случаем, попрошу вас в комментариях написать ваши любимые и проверенные DeFi площадки, где каждый смертный может безопасно умножать свою крипту. Идем дальше. Очевидно, что со временем у тебя появится аппетит к риску. На часть средств можно подкупить известных монет и составить свой криптопортфель. Я рекомендую следовать рекомендациям наших криптобарыг для начала купить на 25% суммы BTC и на 25% Ethereum. Дальше добавки по вкусу, учитывая тренды рынка и дифферсифицируя риски. Учитывая, что мы формируем портфель до 2024 года, выглядеть он может примерно так. Набрав такие монеты на средний долгосрок, можно и их отправить в депозиты на те же DeFi площадки, описанные пунктом выше. Друзья, пишите в комментариях, какие монеты есть в вашем портфеле и по какому принципу вы формируете свой криптопортфель, а также на какие темы вам интересно было бы увидеть наше следующее видео. И конечно, если вам понравилось, не забудь поставить лайк этому видео. А на этом у меня все, до новых встреч на канале CryptoDealers.